Всем привет! Вы уже давно просили меня записать видео о линуксе. Сегодня я расскажу о том, как установить Ubuntu, расскажу в чем отличие Windows и Linux, какие есть преимущества и недостатки у Ubuntu. Ну и если эта тема будет вам интересна, будем ее тогда дальше на канале развивать, ну а также может быть в дальнейшем расскажу, как установить другие операционные системы, которые тоже являются Linux, но которые будут использоваться немножечко в других целях. Рассказываю я о Ubuntu 18.4, почему? Потому что на данный момент буквально недавно вышла эта версия Linux и она очень-очень классно и быстро работает. Даже на средних компах она очень быстро и стабильно работает. Вот именно о этой версии я вам сегодня хочу и рассказать. Поехали! Скачать эту версию вы можете на официальном сайте. Ссылочку на этот официальный сайт я оставлю в комментарии под видео. И здесь есть вот такая вот версия у нас именно для дескотопов, где вы можете скачать или напрямую ISO файл, который будет скачиваться напрямую на ваш компьютер, или через торрент. То же самое вы можете загрузить. То есть выбираете одну из вот этих двух ссылок в зависимости от того, через что вы хотите загрузить. Ну и кроме того, на этом же сайте вы можете установить более раннюю, но не бета-версию. То есть в данном случае 18.4 это бета-версия. И она в ближайшее время будет уже обновлена до релизной версии. Но на данный момент я очень хочу сказать о том, что эта версия просто шикарно работает. В отличие от 17.10 эта версия просто очень быстро, молниеносно все запускает и в ней отлично все работает. Плюс потребление ресурсов снизилось в этой операционке. Ну и если вам нужна будет стабильная версия данной операционной системы, на этом же сайте, на официальном сайте Ubuntu, есть 17.10.1. Это стабильная версия, но на самом деле ничего хорошего пока что я в ней не нахожу. То есть новая версия намного-намного лучше. Если вы хотите ее загрузить, то вот просто нажмите на вот эту кнопку Don't Load. Все, на этом мы разобрались с этим. И дальше нам нужно будет этот образ, который вы скачали, загрузить на флешку. Все на самом деле очень просто. Чтобы загрузить образ на флешку, вам нужно использовать, например, программку Rufus, о которой я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео о том, как создать загрузочную флешку. Так вот, ничего сложного нет. В Rufus просто выбираете вашу флешку LARGE FAT32, выбираете образ, и в принципе там стоит галочка, типа сделать загрузочный образ. Больше ничего особо выбирать не нужно. Программа все вместо вас выберет сама за вас. Далее вы просто заходите в BIOS своей материнской платы и выбираете загрузку через флешку. И с флешки у вас и начнется установка операционной системы, той, которой я сейчас вам покажу. Вот так вот будет выглядеть установка Linux. Ничего сложного на самом деле нет. Практически вся установка будет выполняться сама автоматически. И никаких проблем с установкой у вас возникнуть не должно. В моем случае установка производится именно на виртуальную машину, потому здесь некоторые настройки будут пропущены. На самом деле ничего страшного и ничего сложного в установке Linux на компьютер нет. У вас могут быть установки по поводу выбора языка, в принципе там еще выбор вашей учетной записи, обязательно введите ее на английском. И выберите какой-нибудь пароль, не менее четырех знаков, ну и естественно, чтобы этот пароль не был слишком легким, там например не четыре нуля, а любые такие более-менее сложные пароли хотя бы из четырех символов. Что-то там заумное тоже выдумывать не стоит, потому что вам потом пароль вводить придется очень-очень часто. Ну что ж, продолжаем установку. Ну что ж, как видите, вот уже в принципе у меня запустилась моя Linux Ubuntu, и теперь я могу соответственно зайти под своей учетной записью в спецкомп.ком. Здесь вам нужно будет ввести тот пароль, который вы установили во время установки, у меня его не было, потому что у меня установка производится на виртуальную машину, у вас же там в момент установки попросит ввести пароль, тот пароль, который вы будете использовать как раз вот в этом месте. В принципе вводите этот пароль, у меня он четырехзначный, нажимаете Sign In. Вот так вот выглядит включенная операционная система, сейчас я изменю разрешение экрана, делается все это очень просто. На самом деле у вас такой проблемы с разрешением экрана не будет, почему? Потому что в вашем случае у вас сразу автоматически разрешение экрана станет то, которое должно быть на вашем компьютере, стандартное. Ну у меня же это немножечко нужно будет изменить, соответственно как видите здесь есть вот такие вот разрешения, которые можно будет уже здесь использовать. Я вот поставлю 1280 на 800, то разрешение которое здесь есть. Вот у нас уже стало более-менее нормальное разрешение. Ну и теперь первое, что вам нужно будет сделать, если вдруг вы не выбирали при установке какой язык вы будете использовать, то это естественно поменять язык. Что нужно сделать, чтобы поменять язык? Перед тем как будете менять язык, сразу же операционная система предложит вам сделать обновление вашей операционной системы и также здесь будут обновлены некие программы, которые установлены уже в эту операционную систему. Нажимаете кнопочку Install Now или установить сейчас и у вас будут применены все обновления к вашей операционной системе. Это все полностью в автоматическом режиме, естественно если у вас подключен интернет. По поводу подключения к интернету. К интернету Ubuntu подключается очень-очень в легкую, если это подключение например к роутеру. То есть вообще не надо ничего настраивать, Ubuntu сама автоматически подключается к вашему роутеру, определяет нужные сетевые настройки и сама эти настройки делает. Если же у вас какое-то хитрое подключение, то естественно придется подзапариться в плане того, чтобы там нужно будет VPN подключение сделать или PPTP, PPOE и так далее. То есть разные типы подключения. Тогда вам нужно будет просто позвонить к провайдеру и объяснить ситуацию, что вы установили Linux и хотите подключить к вашему компьютеру именно тот интернет. И провайдер вам рассказывает какие именно настройки нужно будет сделать, чтобы можно было подключить интернет. Или же вам придется вызвать мастера, который вам это все подключит. Так, ну а давайте теперь менять язык. Кстати, по поводу того, что в Linux постоянно нужно вводить пароль. Для всех административных решений постоянно будет запрашиваться пароль и его постоянно придется вводить. На самом деле сначала это бесит, но потом в принципе никаких проблем с этим не возникает, потому что если вы будете пользоваться на Linux только в основном интернетом, потому что больше особо так ничем и не попользуешься, то в принципе вам вот это все вводить не нужно будет. Вы запустите ваш браузер и будете сидеть вечно в этом браузере. Здесь вы в самом низу не видите кнопочку Show Application, я на нее навожу, просто у меня я думал выбрать другое разрешение для записи, а оно получилось чуть больше. Ну в общем у вас эта кнопка будет в самом низу в виде таких 9 точек. На эти 9 точек вы нажимаете и у вас будет появляться вот такое вот окошко, видите всплыло оно. И теперь здесь в этом окошке есть такой раздел как Settings, соответственно по русски это будет настройки. Сейчас давайте зайдем и исправим наши языки. Здесь есть раздел Region and Language, здесь на данный момент установлен английский язык и здесь вы можете добавить другой язык, который вы хотите установить. Нажимаете кнопочку плюс и выбираете тот язык, который вам нужен. Нажимаете кнопочку On, Other и выбираете вот здесь Руся, нажимаете ADD. В данном случае вы выбрали две раскладки, то есть у вас появилась возможность изменения языка. Язык здесь меняется с помощью кнопочки Super, на винде эта кнопочка звучит как Windows, плюс пробел. То есть если вы нажмете Windows плюс пробел, у вас будет меняться язык. Вот обратите внимание, я нажимаю эти кнопки, соответственно меняется язык. К этому можно как бы не привыкать, можно в принципе перенастроить эти кнопочки. Вот здесь вот нажимаете Option и здесь вы можете выбрать какими кнопками вы будете управлять переключением языка. Но на самом деле к этим кнопкам очень быстро привыкают Win плюс пробел и у вас переключается автоматический язык. Теперь что нам нужно сделать, чтобы язык именно всей системы стал полностью на русском языке. Просто можете закрыть это окошко, оно нам уже не понадобится. Опять-таки в самый низ, в левый край окна наводим, нажимаем, появляется вот такая вот менюшка и здесь есть Language Support. Соответственно здесь вы можете применить те языки, которые вам нужны будут. Но сначала нужно будет установить специальный пакет, который может позволять изменять языки. Нажимаем кнопочку Install и дожидаемся того момента, пока будут установлены все необходимые языки. Естественно тут нужно будет ввести тот пароль, который вы вводили при установке. А если у вас было запущено обновление системы, то пока не пройдет обновление системы, применить настройки по языковым настройкам у вас не получится. Поэтому проверьте идет ли у вас обновление системы. Обратите внимание, устанавливается обновление. И таким образом, пока они не будут установлены, вот этот вот раздел не начнет двигаться. То есть вот такая вот заморочка. Но это именно связано только с обновлением. Если у вас будут какие-то другие, там например операции, то они могут выполняться одновременно. А в данном случае из-за того, что идет обновление, операции не могут быть выполнены одновременно. Вот у нас закончилось обновление. Мы нажмем кнопочку Restart Later, чтобы применить эти обновления уже вместе с языковыми настройками. Ну и напоминаю, те, кто использовал при установке, выбрал сразу русский язык, то вам не нужно будет уже вот этого всего делать, того, что делаю я. Ну не считая того момента, что нужно будет обновить естественно операционную систему. Теперь вы видите, что у вас здесь есть только английские языки. И чтобы добавить вам русский, нам нужно нажать кнопочку Install Remove Language. Здесь выбираю русский язык. Вот он у нас, Russian. Нажимаем кнопку Apply. Этот язык у нас появляется в самом-самом низу. Если мы хотим сделать, чтобы у нас вся операционная система была на русском языке, то нам нужно будет русский язык перетащить на самый-самый верх в этом окошке. Вот обратите внимание, появился русский. Мы его тянем в самый верх. Вот здесь у нас появляется сразу русский язык. Нажимаем Apple System Wide, то есть выбираем русский и нажимаем Apple System Wide. Соответственно, опять-таки, вводим пароль, нажимаем Close и нам теперь нужно будет перезагрузить операционную систему. Делается это очень просто. Я рекомендую ее не перезагружать, а выключать, так как это бета-версия и иногда бывает с перезагрузками тут какие-то приколы. Поэтому, в принципе, можно просто выключить и не перезагружать. В данном случае здесь есть функция Restart, перезагрузить и Power Off. Power Off это выключить. Соответственно, чтобы ее включить, вам нужно будет просто нажать кнопку включения. Ну что ж, вот оно происходит уже включение Ubuntu. Я перед включением ввел непосредственно пароль, естественно, для входа. И вот здесь у вас появится вот такое вот окошко по поводу языков, для того, чтобы язык полностью был применен для всей операционной системы. Вот, ставим здесь галочку не задавать больше этот вопрос и нажимаем кнопочку обновить имена. Все, на данный момент у нас операционная система уже практически вся русифицирована. Да, здесь есть моменты, где остается еще English, но это вам уже мешать никаким образом не будет. То есть, у вас уже русская операционная система. Ну а в дальнейшем все на самом деле очень просто. Нужно будет еще кое-что доустановить, чтобы система максимально эффективно работала. И чтобы вы, в принципе, могли сделать на ней практически все то же, что можно делать и в обычной винде. Что нам нужно будет сделать? Ну, во-первых, не беспокойтесь по поводу драйверов. То есть, драйвера все, особенно в этой версии, в последней Ubuntu, они устанавливаются автоматически для всех компьютеров, которым не больше 12 лет приблизительно. Ну, даже там и на старые компьютеры, в принципе, кое-что устанавливается. Но если вашему компьютеру более 12 лет, то лучше, конечно, установить более старую версию Ubuntu. Или еще лучше Linux Mint, который вообще очень малое количество потребляет ресурсов и будет даже на старом допотопном компьютере, который просто нереально тормозит на операционной системе Windows, на Linux он будет работать намного лучше. Так вот, несколько плюсов, которые уже говорят за Linux. Во-первых, что вам не нужно морочить голову себе с драйверами. Да, есть пропориетарные драйвера, которые нужно установить, чтобы какое-то оборудование работало лучше. Чаще всего это просто установить драйвер на видеокарту. Эти драйвера все устанавливаются легко с официальных сайтов или NVIDIA или AT. То есть, просто оттуда выскачивается пакет именно драйверов для Linux, и это все дело накатывается. Ничего там сложного совершенно нет. Вы скачиваете файл и открываете его через менеджер-установщик. И, соответственно, вам сама операционная система все устанавливает без какого-либо вмешательства. Но есть огромный минус в операционной системе Linux. Это то, что здесь очень много операций придется выполнять через терминал. Чтобы запустить терминал, вы можете просто правой кнопкой клацнуть по рабочему столу и нажать вот такую кнопочку «Открыть терминал». И здесь в терминале, чаще всего в Linux, через терминал устанавливаются практически все программы. И давайте потихонечку будем вам теперь эти программы устанавливать. Ну, во-первых, мы уже сделали обновление системы. Нам уже как бы обновление системы можно сделать в графическом виде. Но теперь давайте немножко посмотрим на настройки обновлений. Пока свернем терминал и перейдем опять-таки в самый низ, в левый угол. Запустим. И вот здесь вот у нас есть такой раздел, как «Обновление». В данном случае запускаете обновление. Он сразу же ищет те обновления, которые можно установить на данную операционную систему. Нажимаете кнопочку «Настройки». И здесь в настройках мы кое-что сделаем. Что нам нужно сделать? Ну, для начала нам нужно будет перейти в раздел «Программное обеспечение Ubuntu». И здесь выбрать сервер загрузки для наших обновлений. Как видите, здесь стоит сервер Соединенные Штаты. Нам, конечно же, лучше выбрать нажать «Другой». Если вы находитесь в Российской Федерации, то вы выбираете Российскую Федерацию и нажимаете кнопочку «Выбрать лучший сервер». Таким образом, операционная система сама выберет для вас наиболее лучший и быстрый сервер, с которого будут загружаться все последующие обновления Linux, а также все обновления, те, которые здесь будет установлено, свободное ПО. Таким образом, вы можете выбрать любое нужное вам и самое лучшее подключение. Ну, в моем случае я просто возьму вот это, нажму «Выбрать сервер». Здесь, естественно, как обычно, надо всегда вводить пароль. Нажимаем кнопочку «Подтвердить». Так, следующее, что нам понадобится настроить, это специальные репозитории, из которых мы можем загружать программное обеспечение, оно находится в вкладке «Другое ПО». И здесь рекомендую поставить вот эту вот галочку «Партнеры Canonical». То есть, все партнеры, которые вот есть в плане тех, кто вместе работает с разработчиками Ubuntu, вы можете устанавливать их программное обеспечение очень-очень легко с помощью специальных каналов через терминал, о котором я вам недавно показывал. Ставим вот эту галочку и, в принципе, больше здесь пока что добавлять ничего не будем, потому что для обычного юзера вполне достаточно будет только программное обеспечение вот от этих данных партнеров. Ну, а все, что там может быть что-то такое уж очень специфичное понадобится для Linux, то это просто можно будет скачать через браузер. А в дальнейшем переходим в вкладочку «Обновления». Здесь проверять наличие обновления я не рекомендую каждый день, а можете поставить, например, каждые две недели. Таким образом, у вас все обновления будут приходить каждые две недели и, в принципе, все будет работать нормально. Вкладка «Дополнительные драйвера». Вот здесь как раз и идет речь о том, что некоторые драйвера вам могут понадобиться для какого-то нестандартного оборудования или там что-то, что будет работать качественней с именно драйверами родными, а не драйверами Ubuntu. Так вот, у меня здесь в списке нет никаких драйверов, потому что у меня установлена сейчас операционная система на виртуальную машину. У вас же здесь будут отображены те драйвера, которые вы можете загрузить непосредственно с сайтов производителя этих драйверов и установить именно их, то есть драйвера с сайта производителя. Таким образом, возможно, повысится производительность системы, но если у вас все и так работает нормально и вы всем довольны, то вообще не рекомендую сюда лезть и ничего устанавливать. Почему? Потому что иногда вот эти драйвера с сайта производителя, они начинают приводить к тому, что операционная система начинает очень плохо работать. Поэтому, если у вас все работает нормально, здесь можете даже ничего не устанавливать. Если у вас будет появляться вот такое вот окошко, просто нажимаете кнопочку «Обновить», сразу же будет проверка временных файлов, ой, проверка файлов обновления. Если какие-то файлы обновления будут найдены, они будут, соответственно, сами автоматически установлены. Здесь будет установлено именно программное обеспечение Canonical, а также возможность установки дополнений Canonical, которые в дальнейшем я покажу, как можно будет использовать. Но, как я говорю, чаще всего для обычного юзера, который собирается использовать свой компьютер только для того, чтобы лазить в интернете, то, в принципе, вам даже и устанавливать ничего не нужно будет. Ну что ж, а теперь мы все-таки вернемся к терминалу и в этом терминале установим специальные шрифты, которые мы перенесем из Microsoft сюда, а также мы установим все мультимедиа-кодеки, которые позволят на вашем компьютере воспроизводить любое видео и слушать любую музыку, потому что без этих кодеков в Linux не все видео может работать. Что нам нужно будет сделать? Как я уже говорил, нам нужно будет запустить вот такой вот терминал. Еще раз повторю, что запускается он с помощью правой кнопки «Открыть терминал», появится вот такое вот окошко, и сюда, в это окошко, вам нужно будет вписывать специальные команды, которые позволяют что-то интересное установить. В данном случае я эти команды буду просто копировать, чтобы их сюда не писать. Эти команды будут все в описании под данным видео. И на данный момент мы сделаем установку майкрософтовских шрифтов. То есть вводим вот эту вот команду. Ну что ж, нажимаем кнопочку «Enter». Естественно, здесь нужно будет ввести пароль, и есть один маленький нюанс. Когда вы здесь вводите пароль, обязательно вводите, если это цифры именно с панели над кнопками, над буквами, то есть не с цифровой панели, не с нум панели. И еще момент, что в момент ввода пароля здесь не будет отображаться то, что вы вводите, то есть даже звездочки не будут появляться. Поэтому вы вводите ваш пароль точно так, как он у вас есть, теми буквами и теми цифрами, которые вы придумывали пароль. В моем случае, обратите внимание, я сейчас сделаю 4 щелчка, и, соответственно, я ввел пароль, но здесь он никак не отобразился, никаких последствий после ввода пароля не было. И далее нажимаю «Enter». И в данном случае, если у вас будут спрашивать какие-то, задавать данная консоль вопросы, здесь будут всегда появляться кнопочки «Да», «Нет». Вы также можете отвечать английскими буквами «Yes», «No», то есть буквой «U» и буквой «N». И, соответственно, то же самое вы можете писать по-русски «Да» или «Нет», буква «Д» и букву «Н». У меня сейчас стоит английский, поэтому я нажму «Yes». И, соответственно, у меня произойдет установка, в данном случае, шрифтов Microsoft, плюс установка будет производиться кодеков. Естественно, при установке у вас должен быть подключен интернет, потому что без интернета это все не установится и не подключится. Далее вы увидите вот такое вот окошко, чтобы в нем нажать кнопку «Ок», многие этого не понимают, надо просто нажать стрелочку вправо. Соответственно, видите, подсветилась кнопка «Ок», нажимаете кнопку «Enter». И тут вам нужно будет подтвердить, что вы согласны с условиями лицензионного соглашения. Опять-таки, стрелочками выбираете кнопочку «Да» и нажимаете «Enter». И у нас пойдет дальше установка. Все, установка всех необходимых кодеков и шрифтов у нас установлена. В принципе, теперь наш Linux может воспроизводить любые форматы фильмов, видео, то есть современные, самые-самые новые, крутые и последние. Следующее, что еще надо было бы установить, чтобы у нас уж точно все прекрасно работало, это все форматы архиваторов, потому что по умолчанию, например, тот же самый «RAR» у нас архиватор стандартный, линуксоидовский, не откроет. Поэтому вводим здесь вот такую вот команду. Вот, она будет опять-таки в описании под видео. И нажимаем кнопочку «Enter». У нас происходит установка всех необходимых нам архивов, форматов архиваторов. Соответственно, очень это все быстро происходит. Ничего сверхъестественного не надо. Так, еще нам понадобится специальная тулза, которая позволит немножечко разогнать и немножечко сделать более удобной нашу вот такую вот рабочую часть, типа рабочий стол, который здесь в Ubuntu называется «Гном». В данном случае мы просто расширяем функционал вот этого вот «Гнома» и, соответственно, делаем его более удобным. Вставляем вот такую вот команду и устанавливаем специальный «Твиг Тул». Нажимаем кнопочку «Enter» и здесь, естественно, нам нужно опять подтвердить того, что мы желаем продолжить установочку. И у нас установка «Твиг Тула Гнома» устанавливается. Все, пока что терминал нам не понадобится. Следующее, что нам нужно будет, это зайти вот сюда, вот кнопочку «Обзор». И здесь у нас в поиске вбить такое вот словосочетание «Настройки». Потому что есть конфигурация, есть настройки. И обратите внимание, вот здесь вот есть такой вот раздел «Дополнительные настройки». Перейдите в него и здесь нам нужно будет кое-что сделать. Переходим в раздел «Расширение». Здесь ставим расширение Ubuntu. Вот здесь вот это дело перемещаем. И Ubuntu Dog. Это немножко облегчит нам жизнь использования нашего Linux. Об этом я сегодня именно подробно рассказывать не буду. Но, в принципе, если у вас появится интерес к данной теме вообще по Linux, как его полностью настроить, как его использовать, какие есть в нем фишки, о которых мало кто знает. Это все я буду уже рассказывать, возможно, в следующих видео. Если это само видео вам зайдет. Если оно не зайдет, то, естественно, я пойму, что вам эта тема неинтересна. И дальше рассказывать об этом, обо всем не буду. Чтобы нам можно было легко и просто устанавливать расширение в различные браузеры, опять-таки, открываем терминал. И здесь в терминале пишем вот такую команду. Чуть я о ней не забыл, но все-таки, слава богу, что не забыл, потому что я вам ее покажу. В данном случае здесь для Chrome будет установка, возможно, дополнений. И с помощью этой установки... В общем, здесь у нас будет установлена специальная возможность, которая позволяет устанавливать дополнения на браузеры. В данном случае на браузер Google Chrome. Здесь по умолчанию установлена Mozilla Firefox. Вы в нее все можете устанавливать точно так же, как и в обычном винде. Но теперь еще вы можете установить и Google Chrome. Ну, или же основанные на движке Chromium различные браузеры. Это типа там Яндекс.Браузера и других, которые там Vivaldi еще, которые основаны на движке именно Chromium. Ну, и теперь пару слов о том, как настроить внешний вид. Например, если вам не нужна здесь какая-то иконка, вы можете эту иконку удалить. Ну, и в дальнейшем, если вы запустили какое-либо приложение, например, вот у нас в обзоре сейчас ничего нема. Вот здесь вот, например, у нас что? К примеру, LibreOffice, да? LibreOffice, кстати, бесплатный офис уже установлен сразу в этот пакет. Если вы хотите закрепить данное приложение, чтобы оно у нас здесь было, просто здесь нажимаем добавить в избранное. И, соответственно, у нас вот эта вот картинка, даже после закрытия, если мы закроем, будет здесь висеть, и мы уже сможем запускать то приложение, которое здесь есть. Для доступа к файловой системе вы можете перейти вот в этот раздел. Здесь будут все ваши папки, которые чаще всего используются. Ну, как обычно, как и в Винде, здесь будет папка загрузки, здесь будет папка рабочий стол, ну и все остальное, то, что здесь вы видите. Если вы хотите перейти непосредственно в файловую систему диска, нажимаем кнопочку «Другие места», и здесь у нас вот будет непосредственно сам диск. Кроме того, я еще не рассказал о том, как этот диск можно разбить. Разбить его можно, например, с помощью G-Partition. Есть такая специальная утилитка для Linux. С помощью ее можно будет просто разделить тот диск, который вы создавали один изначально под вашу операционную систему. Еще момент для тех, кто установил эту операционную систему на второй диск своего компьютера, то есть вместе с Windows, Linux затрет загрузчик Винды и сделает свой загрузчик, но она не забудет о том, что у вас установлена операционная система Microsoft. Но будет момент, что у вас при старте будет появляться групп ДОС, в котором вам нужно будет выбирать, что вы хотите загрузить. Десятку или же Linux. И в данном случае нужно иметь это в виду, что если вы потом в дальнейшем удалите Linux, отформатируете диск, то этот загрузчик исчезнет, и загружаться нормально в Windows 10 вы не сможете, пока вы не восстановите загрузчик Windows 10. Помните об этом. И я надеюсь, что вы досмотрели до этого момента это видео. Ну и в принципе давайте теперь посмотрим, как это все дело работает элементарно. Все, что вы могли делать в принципе в обычном режиме в операционных системах Windows, вы можете все то же самое сделать и здесь. Например, у вас есть уже Mozilla Firefox. Здесь вы можете, к примеру, перейти на YouTube. В YouTube у вас все будет прекрасно работать. Например, мой канал. Вот сейчас популярное видео. Вот, смотрим сами, все прекрасно работает. И вы можете уже использовать ваш компьютер в целях похождения по интернету. Что хотелось бы сказать по поводу Linux. Чем он лучше операционной системы Windows 10? Тем, что на эту операционную систему вирусов пишется гораздо меньшее количество. Плюс Linux, если вы не отключите вот этот вот постоянный вот везде пароля, то он намного более безопасный, чем операционная система Windows. Также сюда можно не устанавливать антивирусная система. Конечно, они здесь есть, но в принципе они здесь не так нужны, как они нужны на операционных системах Windows. Но в принципе на этом заканчиваются преимущества Linux. Преимущество Linux в том, что здесь все будет работать быстрее даже на слабом компьютере. Здесь жрется меньше ресурсов. Но здесь более все замудрено в плане настройки операционной системы. Здесь более сложно начать использовать Linux после того, как ты всю жизнь пользовался Windows. То есть есть какие-то свои нюансы, о которых нужно будет знать и о которых нужно будет искать в интернете. Но как бы есть свои плюсы, есть минусы. Естественно, на Linux практически ни во что не поиграешь. Ну вот, например, давайте открою свой Steam. Раздел магазин. Здесь выберем, значит, игры. И здесь есть, можно отсортировать игры по... И, соответственно, здесь можно посмотреть все игры, которые, к примеру, есть в Steam на Linux. И здесь, кстати, есть очень вполне себе такие неплохие игрушки, которые играются и на винде, но и играются, естественно, на Linux. Здесь можно выбрать, например, лидеры продаж. И вот обратите внимание, что лучше всего продается именно на Linux. В общем, по поводу игр, дело такое, что, конечно, большинство топовых АА-проектов, те, которые в основном запускаются на винде или же на приставках, они на Linux не присутствуют. И поиграть особо на Linux не разбонишься. Естественно, есть на Linux эмуляторы, которые позволяют играть в определенные игры совершенно так же, как и в винде. Но есть одно маленькое но. Эмулятор, он будет, естественно, работать не в прямом режиме с оборудованием. И это может приводить к определенным лагам. То есть, большинство старых игр можно будет запустить на Linux на эмуляторе. Но что-то новенькое чаще всего, если оно под Linux не заточено, то запустить это не получится. Вот такой вот получился длинный-длинный видос. Надеюсь, он вам был интересен. Ну, те, кто, по крайней мере, задавали вопросы о Linux. Почему я выбрал именно Ubuntu? Потому что я считаю, на данный момент, это одна из самых удобных для пользователя операционных систем. То есть, любой пользователь, в принципе, на этой операционке сможет как-то что-то делать, работать. Ну, в общем, более-менее она где-то очень-очень похожа на винду. Естественно, есть свои нюансы. О этих нюансах я уже вам расскажу, если у вас будет интерес к этому видео. Давайте, например, допустим, если это видео, к примеру, наберет среднее количество просмотров одного видео на моем канале, это около 80 тысяч просмотров. Если это видео наберет 80 тысяч просмотров, то, соответственно, я тогда запущу конвейер и буду по Linux делать уже другие видео о его настройках, о установках программ, о каких-то фичах Linux. В общем, что-нибудь буду интересненькое делать. Если же видео наберет немного просмотров, то, естественно, забросим эту тему и в дальнейшем не будем ее вспоминать, чтобы не тратить время. Ну, а на этом не забывайте о том, что если понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк. Тогда вам, в принципе, может понравиться и канал. То есть, тогда вы можете перейти на мой канал и на него вот здесь вот подписаться. Соответственно, если вы на него подпишетесь, вы будете получать все самые последние мои видео самыми первыми. И всегда сможете их посмотреть раньше всех. Потому что на канале есть очень много полезных видео для вас и вашего компьютера. На этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok